МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Кража, драки и дорожно-транспортные происшествия. Чем запомнилась уходящая неделя сотрудникам полиции? Как выбрать арбуз без вреда для здоровья? Советы специалистов. Спортсмены готовятся к зиме. В Сарове прошли соревнования по лыжероллерам. Далее расскажем обо всем подробно. Воровство в торговых центрах и в интернете, драки, дорожно-транспортные происшествия. На минувшей неделе сотрудники полиции приняли от граждан более 40 заявлений о преступлениях. О самых серьезных правонарушениях расскажем в следующем репортаже. На прошедшей неделе в сфере преступления и наказаний было относительное затишье. То ли мошенники отправились в отпуск, то ли люди в закрытом городе стали более внимательными и осмотрительными. Правда, некоторые царовчане дрались и оставляли свои вещи без присмотра. А кто-то не пристегивался за рулем и садился в машину в состоянии алкогольного объединения. При неизвестных обстоятельствах из подъезда по улице Ушакова неустановленное лицо похитило велосипед марки «Стерн». А бывает так, что совершив противоправное действие, человек, одумавшись, пытается все исправить. Правда, отвечать все равно придется и по всей строгости закона. Из торгового центра «Плаза» был похищен телефонный ход 7. Так вот, 18-го числа была взята явка с повинной. По линии ГИБДД, по словам руководителя, тоже ничего экстраординарного не произошло. Правда, в ночь, в субботу на воскресенье, два водителя все равно не смогли разъехаться на пустом перекрестке и совершили столкновение. И, как сказал Александр Косенков, кто прав, а кто виноват, пока до конца не ясно. Один двигался по главной дороге, а второй с работающим проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. Кирилл Бассейн, Владимир Есеников, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. В спорах вокруг аренды земли, возможно, наконец поставлена точка. На очередной сессии депутаты приняли изменения в проект решения об арендной плате за землю в Сарове. Что это за изменения, кого они коснутся и как отразятся на размере платежей для предпринимателей. Подробнее об этом в следующем репортаже. Авторы изменений депутат Петр Смирнов и предприниматели Сергей Горелов и Александр Аверин. В своем проекте решения они предложили привязать арендную плату к размеру налога на землю. Необходимость привязать арендную плату к ставке налога на землю вызвана тем, что субъект предпринимательства в Сарове ограничен законами за то, но в данном случае мы столкнулись с проблемой, что предприниматели не могут выкупить земельный участок, а следовательно вынуждены постоянно платить аренду. Основой для расчета аренды является кадастровая стоимость земли. То есть, как, например, в случае с налогом, это процентная ставка к кадастровой стоимости. И установлено, что увеличение арендной платы, размера арендной платы более чем в два раза по сравнению с доставкой земельного налога требует от органов местного самоуправления некого экономического обоснования. Коснутся эти изменения предпринимателей, работающих в сферах торговли, делового управления, бытовых услуг, мастерских, а также собственников административных зданий и офисов производства. По факту это практически 80% всех договоров аренды. Пятая группа – это торговля и услуги. Для этой пятой группы устанавливается двукратный размер налога на землю. Седьмая группа – деловое управление и офисы. За исключением банковской деятельности там также устанавливается двукратная ставка земельного налога. И промышленное производство по всем категориям земли устанавливается 1,1, умноженное на ставку земельного налога. Однако данное решение отразится на бюджете города. Доходы городской казны с января по август текущего года снизятся на 15,7 миллионов рублей. Напомним, в 2015 году городская дума приняла проект решения об арендной плате за землю, в котором были установлены новые коэффициенты. В результате предприниматели получили дополнительные соглашения, по которым платить за арендуемые квадратные метры должны в разы больше. В 2016 году при Гордуме была создана рабочая группа. Представители администрации и бизнеса вместе с депутатами пытались найти выход из сложившейся ситуации. Все, что было сделано предпринимателям, дало возможность провести плодотворные переговоры. И при поддержке Госкорпорации «Росатом» было принято решение привязать арендную плату к ставке земельного налога. На сегодняшний день арендная плата в Сарове стала прозрачной. На сегодняшний день арендная плата в городе Саров позволяет и дает возможности развиваться предпринимателям. Этот закон имеет обратную силу, а значит поправки действуют с 1 января этого года и до 12 августа. Постановлением правительства Российской Федерации с 12 августа вводится ставка налога на землю для всех категорий земель, ограниченных в обороте. Земель за то. Необходимые изменения в методические документы в настоящее время готовятся в областном правительстве. Мария Ирунч, Сергей Слободин, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Госдума приняла законопроекты о регулировании мессенджеров, запрете анонимайзеров и ужесточении правил продажи сим-карт. Нововведения призваны укрепить безопасность внутри страны и создать новые механизмы верификации пользователей. Теперь при использовании мессенджеров будет введена обязательная идентификация по номеру телефона. А при продаже сим-карта операторы будут обязаны проверять паспортные данные абонента по ведомственным базам данных. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 27 июля с 10 до 12 часов Управление Государственной службы занятости населения Нижегородской области проведет прямую телефонную линию для граждан с ограниченными возможностями здоровья на тему содействия занятости инвалидов. Звонки принимаются по телефону 8 831 411 82 96. Номера районных отделов размещены на сайте Государственной службы занятости населения Нижегородской области. Численность грызунов на территории Сарова снизилась на 8%. При этом среди животных выросло количество носителей вируса геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Самая неблагоприятная ситуация зафиксирована на территории завода «Авангард», где заболеваемость грызунов составила почти 12%. Передача вируса человеку происходит при уборке мусора или строительных работах в гаражах, на дачных участках и складских помещениях без защиты органов дыхания. С 3 по 8 августа в окрестностях села Дивеева пройдут ежегодные международные патриотические военно-спортивные сборы «Православный воин». В программе соревнования по армейскому рукопашному бою, казачьему кинжальному бою и военно-тактические состязания разведгрупп. Более подробную информацию можно получить на сайте «Православный Саров». Пройти по коридорам Управления Саровской пожарной охраны и не обратить внимания на уникальные экспонаты просто невозможно. Долгие годы инициативная группа спасателей собирала фотографии, литературу, различное снаряжение и оборудование. Экспонатов оказалось настолько много, что хватило на целый музей. Разглашение государственной тайны, передача за границу изобретений и открытий могут квалифицироваться как измена родине или шпионаж. Под такими словами из указа Президиума Верховного Совета СССР в послевоенное время подписывался каждый пожарный, заступавший на службу в нашем городе. Этот документ – один из уникальных экспонатов Музея пожарной охраны. Каждый музей – это сохранение нашей истории, сохранение наших стоков, старинное оборудование, каски, прикоснуться, так сказать, к истории. И если мы этого не будем забывать, то и нас в будущем не забудут. Заместитель начальника Управления пожарной охраны Александр Романов знает про каждую фотографию, значок или прибор практически всё. В процессе подготовки музейных экспонатов некоторые вещи реставрируются и приобретают новый облик, а какие-то остаются в своём первозданном виде. Основная часть музея – коллекция касок. Каски различных веков, начиная с 1800-х годов и кончая уже современными касками импортного производства. Конечно, большая часть из них представлена касками советского образца, российского образца. На стеллажах музея можно увидеть самые различные удостоверения, ордена и медали. Среди них есть очень редкий знак российского пожарного общества 1905 года. Об истории становления Саровской пожарной службы рассказывают чёрно-белые фотографии и специальные приборы советских времён. Это у нас дозиметрический прибор 1973 года выпуска. Здесь в нём ампулы для забора образцов грунта и воды. Старинный прибор, современные, конечно, это делают гораздо быстрее, гораздо надёжнее. Неподалёку от экспонатов, которые погружают в историю, рассказывают интересные факты о жизни спасателей. Можно найти вещи, которые по праву можно считать гордостью музея. Своими руками прикоснуться к неизведанному. У посетителей музея пожарной охраны есть уникальная возможность увидеть флаг, который побывал на Международной космической станции. Увидеть экспонаты музея и управления пожарной охраной может каждый житель нашего города. Двери открыты для всех желающих. Дарит Сопорыгина, Сергей Слободин, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. Во многих магазинах города уже активно идёт торговля арбузами. Но для того, чтобы насладиться вкусом этой ягоды без вреда для здоровья, необходимо соблюдать простые правила. Наша съёмочная группа выяснила, как правильно выбрать арбуз и где точно не стоит приобретать лакомство. Главное, о чем стоит помнить при выборе арбуза, это безопасность. Популярное лакомство стоит покупать только в местах организованной торговли. Это даёт гарантию того, что сочный арбуз принесёт вам наслаждение, а не проблемы со здоровьем. Принято считать, что выбор арбуза основывается на его вкусовых качествах и внешнем виде. Многие забывают о том, что в первую очередь следует обратить внимание на условия продажи. В необорудованных торговых местах и на обочинах дорог продаются арбузы, не прошедшие санитарную экспертизу. Также ягоды могут впитывать в себя тяжёлые металлы, которые содержатся в выхлопных газах автомобилей. Эси элементы накапливаются в организме и могут привести к тяжёлому отравлению. Не обязательно может быть отравление в данный момент времени. Вот эси ели арбуз и на следующий день, иначе тут же начались какие-то клинические проявления. Если человек регулярно употребляет такого рода продукцию, неизвестное производство, от каких-то непонятных местах купленную, то, соответственно, нужно стать жертвой отравления отсроченного по времени. Сотрудники санитарной эпидемиологической службы предупреждают, что вырезать из арбуза кусочек на пробу или делить его на части строго запрещено. Вместе разрезы очень быстро размножаются вредные микроорганизмы. После покупки не забывайте тщательно промывать арбузы тёплой водой с мылом, так как частички почвы, пыли и микробы, попав внутрь ягоды, могут привести к кишечной инфекции. Разрезанные арбузы нужно обязательно хранить в холодильнике. Если уже после покупки вы обнаружили, что арбуз имеет кислый запах, то его ни в коем случае нельзя есть. Можно получить пищевое отравление. Если симптомы всё же проявились, следует обратиться за медицинской помощью. Самостоятельно лечиться здесь, конечно, не стоит, потому что нужно, в принципе, всё, что можно сделать, принять какие-то препараты, адсорбирующие, даже банальные, активированный уголь. Врачи и сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют саровчанам внимательно выбирать арбузы и другие сезонные продукты и ответственно относиться к своему здоровью. Марина Култыгина, Владимир Есенников, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров-24. С выше 100 спортсменов из Нижегородской, Ленинградской и Рязанской областей, а также Республик Мордовия и Чувашия, собрались в нашем городе в минувшие выходные. На лыжной базе прошли лыжероллерные соревнования на призы главы администрации Сарова. Подробности далее. Яркое солнце, температура воздуха стремится к 30 с плюсом, а на лыжном стадионе с палками наперевес спортсмены готовятся к старту. В Саров на традиционные соревнования по лыжероллерам приехали те, кто в ожидании зимнего сезона поддерживает себя в форме. Это 11-е уже открытое первенство города по лыжероллерам на призы администрации города Сарова. В этом году состав участников у нас, в принципе, постоянный. Это республика Мордовия, Пермский край, город Выкса, город Семенов, Нижний Новгород, Павлова. И гостями сегодняшних наших соревнований являются спортсмены города Санкт-Петербурга. Ежегодно на соревнования съезжаются свыше 100 участников. На старт выходят и начинающие лыжники, и мастера спорта международного класса, такие, как Артем Мальцев. В конце каждого сбора у нас проходят контрольные старты. И вот эти соревнования, как такая подводящая работа к новому сезону. Начались соревнования с заезда самых юных участников. Дистанция короткая – всего 5 километров. А поскольку роллеры едут значительно быстрее, чем лыжи, спортсмены, только пропав со стадиона, скоро вновь появляются перед зрителями. Как признались организаторы, самое интересное место – это спуск. Профессионалы на нем развивают скорость до 70 километров в час. Но самая жаркая схватка была еще впереди. Всегда на всех соревнованиях такой уровня является заезд, конечно, мужчин и старших юношей. Борьба на спусках и подъемах не прекращалась на протяжении всех заездов. Как признавали спортсмены на финише, Саровская лыжероллерная трасса сложна и интересна. Но они все-таки с нетерпением ждут своего любимого времени года. Кирилл Васенин, Сергей Слободин, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. Одни называют это спортом, другие – целой наукой. Клетчатое поле, черные и белые фигуры, ходы и комбинации – все это шахматы. Четкая логика и интеллект позволяют игрокам на шаг вперед предугадывать тактику соперника и разрабатывать собственный стиль ведения партии. В Сарове прошел турнир, посвященный Международному дню шахмат. В этом году Саровской федерации шахмат исполняется 67 лет. Это одно из старейших спортивных объединений города. В течение года шахматисты проводят более 10 турниров по различным видам игры. Самый крупный из них всегда приурочен к Международному дню шахмат. На этот раз игрокам выпала возможность продемонстрировать навыки игры в быстрые шахматы. Участники разнообразные. Начиная от кандидата в мастера, ну и послабее, там перворазрядники, и второй разряд самый слабый. Но выиграть, естественно, может любой. Александр Гетменец связал свою жизнь с шахматами еще в школьном возрасте. Сегодня он обладает званием кандидата в мастера спорта и является одним из самых результативных игроков нашего города. По словам Александра Никитовича, большинство игроков – это ветераны спорта. Однако состав Федерации шахмат постепенно молодеет. Молодежь есть, молодые, но приходят и совсем дети. Хотелось бы, чтобы шахматы более достойное место в нашем городе, в городе ученых, специалистов заняли. Сейчас в Сарове существует два шахматных объединения для детей и для взрослых. По словам многих опытных игроков, этому виду спорта необходима поддержка. Если шахматистам создадут благоприятные условия для развития, появление новых чемпионов не заставит себя долго ждать. Марина Култыгина, Владимир Есеников, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями Гордона на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Также все актуальные информации на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин